Для партии рабочего класса очень важно, чтобы рабочий класс поднимался на борьбу. А как он может подниматься? Он поднимается на борьбу очень сложно. Никогда не получается вначале так, как надо было бы по классической какой-нибудь науке. Да все бы предусмотреть, да получить бы одобрение 50 процентов, потому что будешь ходить набирать и никак не выставишь. Поэтому будут неудачи и будут ошибочные действия. Но мы должны сначала посмотреть вот в Казани, что произошло. В Казани выступили крановщики против нарушения норм техники безопасности. Что мы с вами не знаем, сколько кранов уже упало и у нас в том числе в городе. Стоял, стоял, раса свалился на дом и погибли люди. И погиб крановщик. И это же самое страшное дело, что буржуазия ничего не выполняет. Поэтому, скажем, если один крановщик остановился и сказал, я не буду нарушать технику безопасности. Один. Мы должны его поддержать. Почему? Даже один. Не буду. А если их два, еще лучше. А если три, еще лучше. То есть, если отдельные люди выступают против этого грубого нарушения техники безопасности, против того, чтобы люди рисковали жизнью своей или жизнью других людей, ради того, чтобы кто-то там набивал машну на этих стройках, я думаю, мы, во-первых, с этими товарищами. Раз. Во-вторых, мы партия коммунистическая, рабочая партия России. А вот если вы откроете Великий Почин, у Ленина написано, что формула настоящего коммунизма отличается от пышного, ухищренного, торжественного фразерства Каутского, меньшевиков с их милыми братцами из Берна, тем, что они сводят все к условиям труда. Вот Маркс дает, как раз, говорит Ленин, образчик этого самого подхода, государственное сокращение рабочего дня. Если люди в Казани, коронавчаки выступили против плохих условий труда, за улучшение условий труда, вот они выступили за то, за что и выступают коммунисты. И как коммунистическая партия к этому относится. Поддерживает, конечно, это. Другое дело, что мы бы очень хотели, чтобы эти выступления готовились, чтобы они были более, так сказать, определенными, чтобы больше в них людей участвовал. Но всегда приходится кому-то начинать. И когда что-то начинается, никогда здорово не получается. Поэтому я думаю, что надо вот к этим проблемам так и относиться. Ну вот те люди, которые первыми начинают, они поступают как герои. А вокруг героев уже разные люди бьются. Кто-то хочет на этом деле погреть свои, так сказать, руки или политическую какой-то капитал собрать. Но это другой вопрос. А мы сейчас говорим о отношении партии к этому выступлению. Конечно, мы все выступления рабочего класса за свои интересы поддерживаем. И отдельных рабочих в том числе. Хотя, конечно, нам нравится, если бы целый коллектив выступил. Но это очень трудно сделать. И, наверное, к этому дорога идет через такие отдельные выступления. Мы готовы, скажем, в своих ресурсах отражать все, что думают по этому поводу сами коронавчаки. Готовы дать им слово и на видео ресурсах соответствующих. И опубликовать их заметки. Пожалуйста, можете обращаться. Скажем, мой телефон, как и председатель идеологической комиссии, висит во всех наших газетах и на сайтах рабочей партии России. Звоните. Это мой личный телефон. Я готов с вами поговорить и ответить на ваши вопросы. И спросить, что мы можем сделать для помощи товарищам, которые выступают за улучшение условий труда.